Здравствуйте, мы на премию «Успешные люди» и сегодня спикер мероприятия, номинант Вероника Фельдман. Здравствуйте. Фельдблюм. Да, здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Анна. Представьтесь, я так понимаю, вы бизнес-психолог, либо просто психолог? Я и психолог, и бизнес-психолог, я создатель собственного метода по работе с подсознанием. Вот, это метод, который позволяет очень быстро решать любой запрос клиента, такой лифтовый метод, когда вы приходите, там, не знаю, хочу X5, например, вырасти в дохода. И мы работаем с вашим подсознанием и даём результат. А вообще, как важно работать с подсознанием? Эффективными методами важно работать с подсознанием и очень экологичными, потому что подсознание — это всё-таки то, чем мы не можем управлять, и доверять работу с подсознанием всем подряд, ну, наверное, всё-таки не стоит. Вот как выбрать человека, кому можно доверить работу с подсознанием? Ну, наверное, во-первых, это опыт. Вот у меня, например, 20 лет психологического опыта. Это отзывы, скорее всего, клиентов, да, и какие-то результаты и кейсы тех, кто уже прошёл этот путь. А вот подскажите, сейчас очень актуальная тема мышления миллионера. Очень многие психологи, бизнес-предприниматели про это говорят. Что вы думаете по поводу мышления миллионера? Мышление миллионера — это такая интересная история, потому что на самом деле, что такое мышление миллионера? Мы все миллионеры. Я миллионер, вы миллионер, человек, который вот мимо проходит, он тоже миллионер. Просто вопрос в том, что кто-то миллионер за всю жизнь, кто-то миллионер за год, кто-то миллионер за месяц, кто-то за неделю, кто-то там за один день. И зависит дело в скорости, с которой мы можем этот миллион зарабатывать. Поэтому что такое мышление миллионера? Ну, наверное, это осознанность какая-то, и вот я тоже про это, ну, то есть я про осознанность, но я не считаю, что я про мышление миллионера. Я свой миллион заработала, например, за 22 минуты, вот у меня есть личный такой кейс, и сделала я это через работу над собой, своей осознанностью. А как вы вот сделали миллион за 22 минуты? Поделитесь с нашими зрителями. Я просто сделала уникальное предложение своим клиентам, от которого они не смогли отказаться. Вот, но до этого я много работала над собой, много работала с нейромедитативным программированием, работала со своим подсознанием, со своей внутренней системой координат, убеждениями, состоянием, мышлением. Ну, в том числе вы работали с целевой аудиторией, с теми людьми, кому можно предложить ваш уникальный продукт. Да, но я всегда говорю, вот сейчас очень много сосредоточенности идет на инструментах. Ну, то есть мы все думаем, как заработать миллион, что мне нужно сделать, типа сколько лидов мне нужно привлечь. Или там какую сквозную аналитику мне нужно внедрить. Или что еще. Да, или CRM-систему. Что сделать, чтобы заработать миллион. Но на самом деле, вот мы мыслим с одной стороны правильно, потому что, как говорил великий Эйнштейн, да, нельзя делать старые действия и ожидать других результатов. Но нельзя делать новые действия со старым мышлением и ожидать других результатов. И если мы не работаем над своим мышлением, сколько бы мы новых инструментов не использовали, ну, результат, как правило, будет точно такой же. И вот вся эта история про стеклянный финансовый потолок, она же, ну, человек бьется, да, использует какие-то инструменты, а по факту потолок. Потолок — это что? Потолок — это то, что в голове. А вот есть ли какая-то ваша техника, которая позволяет человеку ежедневно как-то работать над собой и получить, ну, через месяц, условно, результат? Если говорить о глубокой работе над собой, то, на самом деле, моя техника, она как раз про то, что человек ежедневно работает с помощью нейромедитативного программирования над своей внутренней системой координат. Я, наверное, говорю сложные слова, но не знаю, как сказать иначе. Вот, и получает результат, да. Можно и работать и самостоятельно, это повышение своей осознанности, обучение, там, отслеживание своих состояний, чувств, другое реагирование, смена фокуса внимания, благодарность, в конце концов, ежедневная. А вот какие ключевые действия вы делаете ежедневно, чтобы вот прийти, условно, к такому результату за 22 минуты продать на миллион? Я знаю ключевое действие, которое я делаю, и прямо могу сейчас поделиться лайфхаком, как вообще, ну, в общем, если мы будем думать о том, как заработать миллион, мы никогда в жизни не заработаем миллион, потому что, как правило, мы не достигаем той цели, которую мы хотим, и это нормально для нашего мозга, для нашего подсознания. Чтобы заработать миллион, нужно каждое утро, вот я как делаю, да, нужно каждое утро вставать, выделять себе пять минут времени и делать мозговой штурм и думать, как мне заработать 10 миллионов. То есть каждый день думать, как я могу, что я могу сделать сегодня, чтобы заработать 10 миллионов. И потом делать хотя бы одно действие из того, что ты написал. И если каждый день ты думаешь о том, как заработать 10 миллионов, ну, нет вопросов, что ты заработаешь миллион. Наверное, так. Ну да. Мыслить масштабно, а дальше чем масштабнее цели, если ты не придёшь к ней, то ты хотя бы половину сделаешь. Да, 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 именно так. А как вы вот вообще начинали, с чего? 20 лет психологии — это довольно-таки большой опыт. Как вы прошли этот путь? У меня такой интересный опыт, потому что я обучилась на психологов 20 лет назад. Потом я какое-то время работала в бизнес-тренерстве, в тренерстве по продажам. То есть у меня такая была больше бизнес-психология. Также я обучалась разным психологическим методам по работе с травмами, ну, и другими, в общем, психологическими проблемами. И в том числе принимала клиентов. Но это была такая история, когда я делала это совершенно бесплатно, просто потому что мне так нравилось. А параллельно я работала в продажах. И ещё 3 года назад, на самом деле, я продавала сливочное масло на заводе. Вот, 3,5 года назад. Вот, 3,5 года назад мир выпнул меня в декрет, сказал, нечего продавать сливочное масло. И я поняла, что я ещё умею делать. Ну, я 20 лет уже занимаюсь психологией, и вроде как можно это монетизировать. И вот тогда начался мой путь как именно тренера личностного роста, как психолога. То есть у вас психология начиналась больше как с хобби, с консультирования друзей, знакомых, родственников? Да, у меня, наверное, психология больше начиналась для себя. То есть я заканчивала, я училась, и я проходила повышение квалификации для того, чтобы разобраться с собой. Потому что психолог – это тот человек, который, ну, растёт постоянно. Без этого никак. Часто психологи работают, в том числе, с другими психологами. Кто-то ежемесячно, кто-то ещё как-то. Вот почему вы думаете, что это нужно? Потому что каждому психологу нужен свой психолог. Это обязательное вообще условие, в принципе, человека, который занимается психологической практикой. Потому что многие говорят, что вот сапожник без сапог, но это не так. Так, специфика, ну, так же, как хирург, не может вырезать себе сам аппендицит. Да, он знает, как это делать. Он умеет… Либо стоматолог. Да, либо стоматолог вылечить себе зубы. А так же и в психологии. То есть ты очень хорошо видишь проблемы и нюансы, и смыслы другого человека. Но в себе через призму каких-то своих убеждений, установок программ, которые есть, сложно их заметить самостоятельно. Поэтому, во-первых, обязательно должна быть постоянная… Ну, я в еженедельной психотерапии нахожусь у специалиста, да, для собственного развития и роста. Плюс обязательно должна быть супервизия. Это специалистка, с которым ты приходишь с проблемами, с которыми ты сталкиваешься со своими клиентами, чтобы была какая-то поддержка и помощь в их решении. Это обязательно условия, в принципе, психологической работы. У вас есть свои онлайн-курсы, продукты. Для кого они? То есть это для людей, для других психологов? У меня есть два типа продуктов. Первый тип продуктов – это для обычных, совершенно любых людей, которые хотят осознанности, которые хотят расти во всех сферах своей жизни, потому что у меня такие продукты, которые позволяют и в финансах расти, да, и отношения налаживать, и со здоровьем ко мне очень много приходит запросов, да, и с беременностями у меня много очень кейсов, когда девочки беременеют, которые давно не могли забеременеть. А через сколько времени? Ну вот у меня самый крутой кейс – это на 43-й день прослушивания медитации. У меня девочка забеременела, которая не могла это сделать 20 лет. Ну это потрясающе. То есть вы, можно сказать, еще приносите в мир больше людей. Да, волшебница. Меня феи очень многие называют, мои подписчики в Нильзаграме. Вот. И второе направление – это я обучаю своему методу тех, кто хотел бы стать коучем и работать с людьми. То есть необязательно иметь психологическое образование для этого. Вот. Можно научиться. А вот вы говорите со здоровьем. А каким образом вы работаете со здоровьем? То есть со здоровьем, ну понятно, ты идешь к врачу, там, сдаешь анализы, там, типа, прописывается список БАДов, либо лекарств, либо ты там еще ходишь. Вот каким образом? Я считаю, что любое абсолютно заболевание, любая проблема со здоровьем имеет всегда психологические корни. Ну то есть психосоматика, она есть везде в абсолютно любом проявлении. Вопрос, конечно, в том, что если заболевание уже прогрессирует, конечно же, не нужно идти к психологу. Нужно идти к врачу и лечить его. Это очевидно, и я никогда не буду говорить, там, не знаю, идите к психологу разбираться. Вот, но если тело вам дает какие-то знаки о том, что что-то не так, то вот здесь самое время пойти и разобраться с первопричиной, потому что у каждого, ну я сейчас не полезу в психосоматику, да, и в различные симптомы, но это решается через голову, через различные травматические ситуации и так далее. То есть у каждого заболевания, любой точки тела, есть свои психологические симптомы. От чего это произошло? Всегда, 100%. Ну что, успехов вам в продвижении ваших онлайн-продуктов, побольше таких премий, чтобы о вас знали больше людей, и у нас, можно сказать, повышалась рождаемость в стране. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Спасибо.